МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем прямой эфир на Домской ТВ. Говорим о возможном суде над беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем только уже в качестве подозреваемого. Юрий Луценко ему в суде, который состоялся 28 ноября, видеодопрос. Юрий Луценко обвинил его в госизмене во время, когда он был президентом Украины. Об этом поговорим с нашим гостем Алексеем Ереминцевым, депутат Одесского городского совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот эти сообщения и весь этот процесс, как оцениваете, как человек, который долгое время состоял в партии регионов, вас смело можно называть соратником, экс-соратником, наверное, Виктора Януковича? Вы знаете, мне кажется, то, что сейчас происходит вокруг этого допроса или прямого эфира, или трансляции, я не знаю, как это можно называть, как угодно. Мне кажется, это полная ерунда, потому что есть у нас гораздо, знаете, более важные дела и более важные проблемы, чем посвящать очень много времени. Вы не считаете, что Виктор Янукович должен быть наказан? Послушайте, да однозначно должен быть наказан. Вы не считаете, что это человек, который предал свою родину, который призывал Российскую Федерацию вводить войска? Смотрите, любой гражданин, совершивший преступление, должен быть наказан. Независимо от того, кто это, Янукович, Иванов, Петров, Порошенко или Еремицын, любой человек должен быть наказан, если он совершил преступление. Независимо. Я еще раз хочу сказать, что на сегодняшний момент те вещи, которые происходят вокруг этого прямого эфира или допроса, я уже не знаю, как это называется, мне кажется, что это слишком много посвящено этому времени, знаете, сил, там не пустили этих беркутовцев, кто их не пускал, непонятно. Зачем вообще это кому-то нужно? Это человек, которого обвиняют в массовых расстрелах на Институтской, это человек, который звал войну в Украину и дозвался, в общем-то. Я сейчас, вы неправильно, вы меня немного не понимаете. Я не говорю о том, что Янукович виноват или не виноват. Я говорю о другом. Я говорю о том, как сейчас масс-медиа очень усиленно посвящает и очень много своего времени, в том числе и ваш канал, посвящает... Абсолютно непереломный момент организовать трансляцию с Ростовом и показать Януковича, получить ответы на вопросы, которые, я думаю, большинство людей так или иначе, наверное, ответы знают, в том числе и в Генеральной прокуратуре, понимаете. Мне кажется, что вот сейчас есть гораздо больше проблем в Украине, в нашей стране, чем услышать господина Януковича. Возможно, именно те люди, которые создают проблемы или не дают проблем решаться в Украине, находятся сейчас в украинском парламенте, имена которых мог назвать Виктор Янукович и дальнейшие какие-то события в соответствии в отношении этих фамилий могли бы уже происходить. То есть есть еще понимание, подозрение, что люди, которые не совсем с проукраинской позиции, находятся в украинском парламенте. И Виктор Янукович мог помочь. Вы знаете, есть и такая версия, мне сложно оценивать, даже некоторые говорят, что специально не пустили этих Беркутовцев, чтобы не могли допросить Януковича, потому что Янукович если начнет говорить, то посыпется головой и перечисляет даже каких-то достаточно известных деятелей, причем как и тех, которые были в партии регионов и те, которые стояли в организации тех событий, которые называются на сегодняшний момент революция достоинства. Вы знаете, я не хочу гадать, я не хочу гадать, но я думаю, что история четко расставит все точки над «и». Что произошло? Я только скажу одно, что Янукович лично для меня, как человек, который голосовал за него и поддерживал его, я был в партии регионов, для меня это человек, я вам скажу, очень сильно разочаровал, это так мягко сказано, это очень мягко сказано, потому что те события, которые на сегодняшний момент, к сожалению, каждый из нас, как гражданин, как житель Украины, переживает, кто-то кому-то сейчас тяжелее, кому-то, может быть, не так тяжело. Ну, сейчас всем стало тяжело жить, однозначно. Во многом причины лежат и на нем. Хотя, если честно, в копилку всех проблем, которые в сегодняшний момент имеем в нашей стране, они заложены, конечно, наверное, еще с 2001-2002 года, наверное, еще при господине Кучме, и она все усилилась, усилилась. Но действительно, я смогу согласиться с вами, что очень такой серьезный переломный момент, конечно, произошел во времена господина Януковича, его президентства. Морально-этическая сторона вопроса мне очень интересна. Вы, опять же, вы об этом сами говорите, вы стояли под флагами человека, который возглавлял эту партию. Какие у вас ощущения? Вы много времени отдали своей жизни, своего рабочего пути и процесса, для того, чтобы транслировать его идеологию? Смотрите, вы немного смещаете акценты. Дело в том, что создание партии регионов Украины, изначально так называлось, она создана была не Януковичем. И абсолютно никто Януковича на тот момент и не знал, даже и не подозревал, наверное, на тот момент, я не знаю, был ли он даже председателем Донецкой облагосадминистрации или не был, мне сейчас сложно сказать. Я исторический и послужной список Виктора Федоровича на память не знаю. Была задача и были интересы при создании партии регионов Украины, это развитие регионов, прежде всего. То, что на сегодняшний момент, я не знаю, Европейская декларация регионального развития и так далее. Масса есть документов, которые ставят развитие государства как развитие регионов на основе самобытности, экономических каких-то определенных возможностей. Алексей, нет ощущения потраченного времени, вашего времени. Вы говорили, Виктором Януковичем я разочарован. Смотрите, я сказал то, что я сказал, и я еще раз могу расподтвердить. Однозначно, меня Виктор Федорович Янукович, как руководитель моей политической силы, которой я был достаточно долгое время, и как президент Украины, он меня не просто разочаровал, он меня, ну, скажем так, разорвал, можно сказать, потому что... Ну, сейчас-то легко об этом говорить. Ну, знаете, вы знаете, я сейчас там не буду, допустим, вспоминать, что я говорил там в кругу своих друзей или своих соратников, там, вещи, которые я, допустим, тогда высказывал на тот момент, потому что я даже, будучи замгубернатора, сталкивался вообще с полным маразмом, когда я профильный замгубернатора по строительным вопросам не в состоянии был решить вопрос с землеотводом по зданиям облгосадминистрации. Почему? Потому что были там такие люди, как господи Жатанова, и я замгубернатора, я не могу решить земельный вопрос в выделении земли по зданию облгосадминистрации, потому что есть вот такая девушка, которая ездит в Киев и замыкается чуть ли не на сам Киев. И сталкивается с массой других проблем, в будущее, ну, достаточно непродолжительное время, работы в облгосадминистрации. Эта система была отработана при Януковиче, но она появилась не при нем, она появилась еще при Кучме. И скажу вам, самый большой толчок развития коррупции как раз произошел при господине Ющенко. А Виктор Федорович, когда он шел в президенты, и в том числе, что меня беспокоило, в тот момент я не был чиновником, меня интересовала прежде всего борьба с коррупцией, наведение порядка. Об этом шла речь. И он всем обещал об этом. Он обещал. Обманул. Этого ничего не произошло. Вернемся на судебное заседание. Виктором Федоровичем вы разочарованы. А что скажете по поводу Юрия Луценко? Как вы оцениваете его работу? Вы знаете, я, честно говоря, считаю, что его назначение будет исключительно такой политический шаг. Ну, он это сам подтверждает и не скрывает. Ну, вы знаете, мне кажется, должны все-таки профессионалы своей работой заниматься. Я смотрел вот недавяче, я не знаю, как это назвать, встречу, допрос или что-то было с Новинским. И, знаете, мне кажется, я сейчас уже не буду обсуждать, что это происходило, но если ты генеральный прокурор, ты хотя бы четко прочитайте материалы, которые тебе подготовили твои специалисты. Ну, не путай статьи или даже, ну, не путай хотя бы основу базы, которые знают, что вы маломальский образованный юрист. Ну, это просто стыдно и, мне кажется, абсолютно не солидно для генпрокурора. Вы думаете, что это было ненамеренно сделано, а именно случайно в лице Юрия Луценко, то, что он сказал? То есть это может быть случайно на таком уровне? Вы знаете, я помню, как еще на подписи приезжал товарищ Луценко, министр внутренних дел, когда Гурвиц был мэром города, понимаете, и слушал его некоторые высказывания, понимаете, и так далее. Я не хочу это все сейчас вспоминать и будить, но мне кажется, что Юрий Луценко это человек, который, ну, однозначно не может быть ни министром внутренних дел, ни прокурором. Давайте послушаем его комментарий по поводу... Это дело политической силы блока Петра Порошенко, но мне кажется, это максимальный, наверное, уровень и точно ему нельзя... Послушаем комментарий Юрия Луценко по поводу дела над Виктором Януковичем. Смотрим. Янукович, пребывающий на территории РФ, 1 березня 2014 року підписав лист на имя президента РФ Путіна, в якому запросив президента РФ Путіна ввести на территорию України окупаційні війська РФ. Слідство вважає, що дії Януковича щелком підпадають під дію зазначених найважчих статей Кодексу України. Ну, как факт, суда, который состоялся с Януковичем в качестве свидетеля, уже произошел. На Ваш взгляд, будет ли суд с Януковичем в качестве подозреваемого вообще? Возможно такое? Или он откажется? Ну, я думаю, что суд-то заочный может произойти, то есть есть уже такая норма. Ну, Вы знаете, опять же, еще раз хочу сказать. Я на сегодняшний момент абсолютно не чувствую и не до конца понимаю, зачем вот опять включили этот тумблер или эту кнопку с Януковичем. То есть она вот была, потом как-то затихла, успокоились. Я помню приз конференции Януковича и тиражировали российские СМИ, и наши украинские СМИ тоже. Очень радовались этому, тиражировали, показывали. Потом замолкло, то есть на полгода или на сколько-то все. Выключили свет, то есть Януковичу не показывали. Прошло время, сейчас опять включили этот тумблер. Вот для чего это делается? Кому это нужно? Мне сложно сказать, если честно. Но если, допустим, там сказать, что вот этим занимается там кремлевская пропаганда и так далее, возможно, да. Но я хочу сказать, что и наши украинские СМИ это очень весело, очень здорово и всячески это подхватывают и тиражируют. Исходя из этого, я уж, допустим, не понимаю, какой интерес как раз вот на сегодняшний момент нас, вот украинцев для этого. Если Вы хотите, действительно нужно найти виновных и наказать виновных, так займитесь этим. Ну, понимаете? Сейчас всем, абсолютно верно, сейчас всем и кается Виктор Федорович и его правление. Вопрос в другом, еще раз говорю. Вы знаете, вот многие вещи нужно делать абсолютно спокойно и по процедуре, и без всякого лишнего голдежа. Причем потому, что то, что делает господин Луценко на сегодняшний момент, очень многие его заявления и там приезд вот недавеча там в Одессу, например, да, для шести гектар, который выделил Госсовет незаконно, сейчас продолжается эта эпопея, да, и 19 февраля, то кроме заявлений ничего нет, понимаете? То есть нашли, кто убил людей, небесную сотню, кто убил? Нет, не нашли. Разобрались с 19 февраля? Не разобрались. А 2 мая разобрались? Не разобрались. Да, убили Бузину, да, журналистов убили. Да сколько происходит сегодня достаточно серьезных преступлений? Нашли хоть одного виновного по одному преступлению? Ну, никого, понимаете? Нам не следует ожидать после такого сообщения. Вот честно скажу, да ничего не будет, вот увидите, просто будет играться с Януковичем, включать его, не выключать, в эфир пускать, не пускать, пустить этих беркутовцев или не пустить, ну какой-то бред. Вышло каких-то 8 человек, не пустили Беркутовцев. Да что это вообще происходит такое? Ну это что? Это что право государства? Есть ли власть какая-то? Да что такое? Есть такое мнение, что Янукович сдал экс-беркутовцев? Об этом говорят. Послушайте, вы знаете, я сейчас не хочу комментировать, какое есть мнение, сдал или не сдал. Я еще раз повторю, я честно говоря не понимаю, что это опять за очередной какой-то вброс с господином Януковичем. Еще раз говорю, полгода мы о нем не слышали. Сейчас Луценко вспомнил опять о Януковиче. Отвлекающий маневр в таком случае от чего? Да я вам скажу от чего. Знаете от чего? От того, что происходит на сегодняшний момент, к сожалению, в нашей стране. Понимаете? То, что происходит с экономикой. Я услышал недавно выступление замминистра экономики, который рассказывал, первый замминистра, о том, что у нас растут рейтинги международные, международного фонда, светового банка и так далее и тому подобное, что экономика растет, инвестиции. От бюджета отвлекают 2017. Да? Но слушайте, на самом-то деле у нас полный, к сожалению, завооружение абзац. Понимаете? Экономика катится в тарарам. У нас война. У нас происходят только сплошные негативные моменты. Товарищ президент поехал на саммит, что? Ну я уже молчу там о безвизе. На сегодняшний момент, действительно, многие украинцы говорят, что будет безвиз, не будет, у нас денег не будет на дорогу. Слушайте, ну это нормальная риторика оппозиционно настроенных сил, которые вы сегодня в частности представляете. Вы знаете, я был бы рад, я был бы рад, я был бы рад, чтобы у меня такой риторики не было, чтобы было все хорошо. Еще раз говорю, мне не радует, что мне есть что сказать, либо там, допустим, критиковать власть. Я гораздо был бы счастливее, гораздо счастливее. На чем бы тогда строилась ваша идеология? Да, вы слушайте, да масса всегда есть других проблем и вопросов. О чем вы говорите? Да есть масса. Я на самом-то деле на сегодняшний момент не настроен обсуждать ситуацию о Кухенуковича. Меня как депутата Одесского городского совета, честно говоря, больше волнуют вопросы, связанные с работой городского совета, с работой меня как депутата, работа меня как члена земельной комиссии. Сегодня мы обсуждали две важные темы, тогда давайте об этом поговорим. Две важные темы, казино и Догхантеры. Очень коротко, если можно. Казино, работают бесконечно. Незаконные с 2009 года. Что делает городская власть, в частности, оппозиционный блок, в частности, депутат городского совета Алексей Еременцев. Смотрите, значит, по поводу ситуации с этими незаконными казино. Еще, если я не ошибаюсь, в начале этого года была создана инициативная группа, куда вошли представители всех практически фракций. Мы занялись этим вопросом очень наплотно. У нас была встреча с господином городки по низу экс, начальника молодой области, где-то около того, да, примерно. В начале действительно была активная работа со стороны полиции, мы выезжали, они нам помогали и так далее. Потом началась ситуация следующего порядка. Первый момент. Столкнулись достаточно серьезные проблемы с решением районных судов. Почему? Потому что для того, чтобы арестовать непосредственно эти блоки, компьютеры и так далее, на лжиторизм должны быть санкции суда. Районные суды старались всячески не принимать иски от полиции и всячески избегать выносить данные решения. Почему? Потому что была по такой инсайдерской, неофициальной информации, я о ней писал и на фейсбуке, и говорили мои коллеги, что есть позиция высшестоящей судебной инстанции о том, что уже предупреждают, что они будут все эти решения суда полностью отменять. Ну, а кто, допустим, ориентируется в судебной, так сказать, этике дисциплины, это создает определенные проблемы для того суди районного суда, который вынес соответствующее решение. Плюс заявления были недавно моего коллеги, господина Шеремета, о том, что, зная практически пол Одессы, может быть, и вся Украина или пол Украины, что очень многие казино не имеют вообще никаких, никакого программного обеспечения, абсолютно никакого. Они просто платят деньги милиции, которая имеет отношение к министру внутренних дел. Это продолжается на данный момент, да? Это схема рабочая? Это продолжается на данный момент. При таких казино или игорных заведениях... Когда был Георгий Лоркопонидзе, схема продолжала существовать, он декларировал себя как борец в казино. Я вам скажу так, он пытался что-то делать, но... Он брал взятки. Вы знаете, я не могу, у меня нет информации... Полиция брала взятки. Смотрите, у меня нет информации по поводу лоркопонидзе. Вы сейчас сказали, что это рабочая схема. Но, следовательно, брал. Смотрите, еще раз скажу. Я знаю, по той информации, которая есть у меня, по моей информации, которая есть у меня, еще раз повторюсь, этим занимаются непосредственно люди, которые замыкаются на Киев, на министерство. Вот так стояла информация. Абсолютно. Вы знаете, на сегодняшний момент, мне кажется, что нужно однозначно вносить изменения в законодательство. Другой вопрос, что должны быть казино, но казино должны быть при пятизвездочных отелях. Они должны там, возможно, находиться. Есть все-таки у нас и богатые люди, и есть там, не знаю, туристы, которые хотят... То есть позицию Юрия Луценко в этом вопросе разделяете? Он выступает за аналогичные муниры? Я не знаю. Я не знаю позицию Юрия Луценко. Единственное, что я бы поставил жесткие ограничения. И чтобы у нас не повторялась ситуация, как были эти столбики на каждой остановке, и когда пенсионеры бросали по 50 копеек, и находились небольшие забегаловки, казино возле каждой школы на каждом перекрестке. То есть определить жестко пятизвездочные отели, я думаю, может быть, еще какие-то, допустим, аспекты. То есть сделать это так, как во многих цивилизованных странах. Ну, а вы видите это в ближайшее время? Если это позиция господина Луценко, то я, в принципе, могу разделить с ним. Возможно легализация в ближайшее время или просто напросто не время обсуждать? Ну, мне сложно сказать. Я не депутат Верховной Рады. Эта инициатива, к сожалению, не является инициативой депутата Городского Совета и в Городском Совете мы данные решения. Почему не озабочены депутаты Верховной Рады в том числе? Мне еще сложно сказать. Я об этом и ряд моих коллег, мы говорили об этом неоднократно еще в самом начале. Почему? Потому что мы, когда столкнулись с этими проблемами и видели, как все разворачивается и происходит, мы говорили о том, что для того, чтобы снять подобные коррупционные схемы и не сказать, кто берет взятки Лорки-Панинзе или Аваков, или зам какой-то Авакова, а проще это легализовать. Другой вопрос, чтобы возвести это в какую-то цивилизованную, нормальную форму, чтобы бюджет только получал деньги. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Алексей Еремиц, депутат Городского Совета, был у нас в гостях. На этом у нас все. Передаем слово Али Есиной. Она с последними событиями города и страны ознакомит вас прямо сейчас. Всего вам доброго. До свидания. До завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова